Всем привет! Вы на канале ТОПАРМИ. Навигационное предупреждение, выпущенное Францией, предполагает, что гиперзвуковой планер ВМАКС может вот-вот совершить свой первый полет. В период с 26 по 30 июня 2023 года была создана ограниченная морская зона, простирающаяся на 2000 километров, к западу от полигона для испытаний ракет компании Французское агентство по закупкам и технологиям. В Бескаресе, Западная Франция, Бакийский залив и Кельтском море. Зоны ограничены из-за ракетных операций. Появилось навигационное предупреждение, которое предполагает испытания французской ракеты. Как впервые указал французский портал зоны милитари, есть две вероятные платформы, которые могут быть протестированы. Во-первых, это крылатая ракета морского базирования под названием МДСН. Ракета была разработана европейским производителем ракет MBDA для вооружения многоцелевых фрегатов и атомных подводных лодок класса Суфрен ВМС Франция. Его рабочий диапазон составляет 1000 километров, что около 540 морских миль. Но что еще более интересно, это испытание может стать первым полетом демонстранта для программы ВМАКС. В 2019 году Франция заключила контракт с аэрокосмической компанией Iron Group на управление программной ВМАКС, направленной на разработку демонстранта гиперзвукового планера. В гиперзвуковых планерах используется планирующая система запуска. Сначала ракета выводит оружие в космос, а затем полезная нагрузка возвращается в атмосферу к своей цели на гиперзвуковой скорости. Небаллистический характер их маневров во время входа в атмосферу делает их траекторию непредсказуемой. Эти гиперзвуковые планеры способны преодолевать самые сложные средства ПВО. Это ракеты, способные развивать небывалую скорость от 6 до 7 тысяч километров в час, то есть преодолевать расстояние между Дюнкерком и Ницей по Франции через 12 минут, пояснил Фроланс Парли, тогдашний министр вооруженных сил. С мая 2021 года Министерство обороны Франции заявляет, что демонстрант ВМАКС совершит свой первый полет в ближайшие месяцы, но этого еще не случилось. Однако на слушаниях 3 мая 2023 года по французскому закону о военнопланировании на 24-е и 2030-е годы Шарль-Анри Дешу, военный советник Айрон Групп, заявил, что демонстрант прилетит очень скоро. Поэтому мы точно вовремя, сказал Деша, за этим демонстрантом последует более эффективный демонстрант, который предложит эксперименты ВМХ-2, который может взлететь уже в 2024 или 2025 году. И как мы видим в свете последних новостей, то, что Франция оседлает гиперзвук максимум в 2030 году. И наша страна, наверное, уже к 2030 году разработает какую-то новую инновационную ракету. А что думают зрители канала по этому поводу? Делитесь своим мнением в комментариях под видео. Но на этом выпуски от канала Топ Армини заканчиваются, и чтобы не пропустить следующий выпуск, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok